О проблемах села на законодательном уровне руководители сельских поселений в рамках семинара для глав муниципалитетов встретились с окружными депутатами. Список вопросов вышел далеко за повестку. Тем для обсуждения оказалась масса. Обсудили как действующие законы, так и законопроекты, которые напрямую влияют на качество жизни на селе. Ирина Цепятова обо всем по порядку. Организациях, не относящихся к бюджетной сфере. Одно из мнений, которое сложилось относительно этого законопроекта, он повлечёт за собой массовый отток молодёжи и сёл. Самое важное, безусловно, то, что прозвучало. В любом случае, если мы думаем о том, что предоставлять какие-то преференции молодёжи в городе, в итоге мы останемся с вымершими населёнными пунктами. Ведь речь идёт только об общежитии в городе или в Искателе. На три года? Нет. Территориально-то, да? А почему мы не говорим о том, что давайте мы сделаем, не знаю, внеси общежитие, служебное какое-то жильё, чтобы этот же паренёк, закончивший на тракториста, он вернулся вниз и был обеспечен там на тех же условиях, за 30 лет, на три года, но однозначно жильё. Он с девушкой туда приедет, пока он не вступит в нашу ипотеку. Несмотря на это, главы заключили. Закон нужный и правильный. У ребят должен быть выбор. Вот только пока он ограничен. Полноценным закон может стать только в том случае, если молодой специалист сможет выбирать. Вернуться ему, работать в родное село и получить там комнату в общежитии или остаться с теми же условиями в городе. Другой не менее важный вопрос и тоже жилищный. Речь идёт о программе социальной поддержки по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Программа больше известная жителям сёл как 70 на 30, когда большую часть расходов на строительство индивидуального жилого дома в сельском населённом пункте берёт на себя окружной бюджет. Несмотря на, казалось бы, очевидную выгодность программы, популярностью она не пользуется. В прошлом году таким образом квадратные метры возвели всего 29 семей. Поэтому у законодателей справедливо возник вопрос. Возможно, есть необходимость в изменении параметров этой поддержки. Вопросы были с землёй, оформление земли. С самого начала нужно получить разрешение на строительство. Чтобы его получить, необходимо изначально, чтобы у гражданина был земельный участок. Либо у супруги, у супруга, у у членов семьи. И второй момент – это подтверждение 30%. Самое сложное, как оказалось, купить участок. Да и с 30-процентным взносом есть проблемы. Вынуть из кармана миллион рублей жителю села не по силам. Не менее актуальная проблема – доставка стройматериалов до отдалённых посёлков. При их стоимости, к примеру, в 600 тысяч рублей доставка окажется не дешевле. Предложений по совершенствованию программы от глав поступило много. Собрать всё воедино решили до 1 сентября. С тем, чтобы создать реальные условия для индивидуального строительства на селе. Встреча с законодателями получилась, если не конструктивная, то однозначно полезная для обеих сторон. Главы высказали своё мнение относительно принимаемых законов и программ. Парламентарии обещали к мнениям прислушаться.